Ребята, всем привет! Сегодня расскажу вам об удивительных совпадениях, которые трудно объяснить обычным стечением обстоятельств. В начале 20 века жил человек по имени Олдер Симмерфорд. Удивительно, что он оказался настоящим магнитом для молний. При жизни молния била его три раза, но даже после смерти злой Рок не оставил его. Свой финальный четвертый удар молнией Волтер получил в 1936 году прямо в надгробие, после чего памятник был на его могиле разрушен. Известный американский певец Майкл Джексон был знаменит не только своими песнями, танцами и лунной походкой, но также многочисленными пластическими операциями, которые он перенес. Интересно, что он оказался еще и весьма похож на египетскую статую периода нового царства. Во время вскрытия гробницы Тамерлана археологи нашли устрашающую надпись «Кто вскроет могилу, выпустит на волю духа войны и будет бойня такая кровавая и страшная, какой мир не видывал во веки вечный». Об этом было доложено Сталину, но тот не поверил. Гробницу вскрыли 21 июня 1941 года. На следующий день Германия напала на СССР. Известный американский писатель Марк Твен родился 30 ноября 1835 года, через две недели после того, как над землей пролетела комета Галерия. «Я пришел в этот мир с кометой и уйду тоже с ней», так написал Марк Твен в 1909 году. Спустя год после того, как пролетела очередная комета, писатель умер. Американский писатель-фантаст Морган Робертсон в 1898 году опубликовал свой роман «Тщетность», в котором он описал крушение лайнера с названием «Титан». 14 лет спустя, лайнер «Титаник», шедший по тому же маршруту, который описывается в книге Робертсона, пошел на дно после столкновения с айсбергом, так же как и «Титан» из книги Фантаста. Русские шпионы в США использовали для общения и передачи сообщений монеты, полые изнутри. Одна из таких монет каким-то образом попала в обращение. И в один прекрасный день один мальчик продающий газеты уронил монету и она раскололась. Значит монету он отнес соответствующие органы, но сотрудники ФБР и ЦРУ так и не смогли разгадать шифр записки, содержащиеся внутри. И только благодаря русскому шпиону, дезертировавшему США, загадка сообщения была решена. Это было приветствие из Москвы и предназначалось оно тому самому русскому дезертиру. Вплоть до 11 летних Олимпийских игр в Берлине в 1936 году весь мир и не подозревал, что флаги Гаити и Лихтенштейна абсолютно одинаковые. Вот такие интересные совпадения иногда случаются в нашей жизни. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо всем за внимание. Всем пока.